Здравствуйте! Бывает в жизни, вы наверняка с этим неоднократно сталкивались, люди, которые называют баловинь судьбы, счастливчики, удачливые. Наш сегодняшний герой из этой серии людей, один из самых выдающихся персонажей в истории музыкальной индустрии Британии, пожалуй, всего мира, Крис Блэквилл. Крис Блэквилл родился в очень и очень обеспеченной семье. Произошло это 22 июня 1937 года в Лондоне. Папа его занимался поставками фруктов различного рода джемов и в силу такого съестного вкусного и на этом заработал немалые деньги. А мама его была, папа Джозеф из Ирландцев, а мама Бланш Лидо, наследница семейства очень обеспеченного и влиятельного на Ямайке. Семья ее входила в число 21 семьи, которые фактически контролировали в 20 веке весь этот сказочный остров. Естественно, владела очень большими участками земли, то есть была настоящая аристократических кровей, еще и с немалым состоянием. Конечно, в общем-то, ситуация стандартная, многие говорят, все по жизни уже, как говорится, выстроено и уложено, но не так-то было. Сколько мы знаем случаев, когда хорошие стартовые условия, но человек в конечном итоге все протратил, прогулял, пропил, проиграл, спустил, сколько угодно синонимов. В общем, лишился всего. Тут как раз обратный случай. Отцу дали возможность поуправлять одним из регионов на Ямайке, и они переехали на Ямайку, где, в общем-то, у Криса с детства проявились предпринимательские способности. Такой был этот паренек, брался за все. В университет после колледжа не захотел поступать, в общем-то, ему предложили поработать помощником губернатора. Это в 17 лет, можете представить. Но там произошли определенные перетурбации в проявительстве, и своего места он лишился. Ну, не горевал совершенно. Параллельно он уже занимался вообще риэлторством, пытался заработать денежки. Была у него и маленькая фирмочка по прокату мотороллеров, и приобрел он 63 музыкальных автомата, ездил, дивиденды собирал, что называется. То есть занимался многими вещами, пока не произошло с ним очень, с одной стороны, печально, а с другой, знаете, судьбоносное, знаковое событие. Он разбился в 58-м году на своей лодке, чуть не погиб, его там хорошо побило об скалы. Вытащили его моряки местные ямайские. Оказались они растаманами. О растаманах мы немножко расскажем в нашем канале. У нас был ролик о Бобби Марле, в общем-то. Но суть в том, что они его выходили фактически, научили кое-чему. Видать, попутно, помимо того, что он освоил ихнюю кухню, которая придерживалась всю жизнь фактически вегетарианства, еще его там, наверное, и накачали любимыми растаманскими травами. Конечно, эти травы произвели определенную перетурбацию в мозгах у юного Криса Блэклэлла. И вот он решил в 59-м году создать рекорд лейбл свой. Чтобы сказать проще, в тот период времени создание студии звукозаписи фактически было бизнесом среднего пошиба с огромными рисками. Никаких особых там дивидендов никто не планировал, но мама выделила ему 10 тысяч долларов на это. Сумма весьма приличная на тот период. И он стартовал. Он стартовал. Надо сказать, что мама дружила с Яном Флемингом. Да, это тот самый Ян Флеминг, который Бондиану создал, написал. Он жил на Ямайке. Она ему продала много земли. В общем-то, она даже поговаривает была музой Яна Флеминга. Но еще есть интересный момент, что в 61-м году юный Крис участвовал, ну, уже не юный, 24 года, участвовал в создании фильма «Доктор Ноу». В общем-то, по Флемингу, одна из серий Бондианы, с помощником на съемках. Но, вы знаете, там стоят вопросы. Или заниматься кинематографом, или заниматься музыкой. Потому что в 59-м году он выпустил пластинку классической музыки. Начал выпускать местных музыкантов. Но дело худо-бедно шло. И вот, в общем-то, столкнулся Бойков с психиатром. Но это тот как раз случай, когда психиатр пришел на помощь. И однозначно сказал, что занимайся музыкой. Какой-то не психиатр, а получается полумедиум ямайский. Но факт остается фактом. Выбор был за Крисом, он выбрал музыку. И это стрельнуло. Конечно, свою рекорд-компанию, давайте вернемся, он назвал «Айленд» по роману Алекса Уолла, вышившего в 52-м году «Айленд ин зе сан» «Остров». Вы, конечно, помните «Айленд Рекордс». Берешь этот винил, этот бублик, яблоко, все сразу видно и понятно, что это «Айленд Рекордс». Но на тот момент, конечно, это было совершенно непонятно, что будет. И стрельнуло, вы знаете, в 64-м году он записал 15-летнюю певичку «Милли Смол» с ее хитом в стиле «Ска» «My Boy Lollipop», который, в общем-то, удивительно взорвал народ. Вот было продано 6 миллионов экземпляров, это фантастическая цифра, и до этого, конечно, Крис предпринял очень серьезный и, давайте скажем так, очень с большими рисками шаг, переехав в Лондон, штаб-квартиру сделал там. Фактически он сам рассказывал, что приходилось продавать свою музыку с багажника машины. Он открывал вот такой вот-таки «Карабейник», знаете, рыночный вариант. Но тем не менее, вот эти поездки по стране, стрельнувшие эта песня с «Молли», «Смол», в общем-то, дала возможность ему ознакомиться с музыкальной индустрией Англии, очень подробно, и он фактически, вы знаете, обладает очень огромным чутьем. Например, в своих поездках он познакомился со Стиви Уинвандом, мы рассказывали недавно о группе «Трафик», и он подписал The Spencer Davis Group, потом фактически «Трафик», он почувствовал, что конъюнктура, и на серьезной такой музыке можно будет заработать. И вы знаете, дело пошло. Дело пошло, потому что он подписал такого, как он говорит, талантливейшего музыканта и группы, как Джет Ротал. Да, он говорит, такой безумно горящими глазами, флейтист, певец, в общем-то, супер, человек-оркестр. Конечно, его подписал. Да, Джет Ротал, Найланд Трекер, всего две пластинки выпустили, потом на Кризалис пришли. Но, тем не менее, дать такой старт, а в числе его подопечных, вы знаете, там, ну, такая, обоима артистов. И те же «Локси Музик», и наши любимейшие «Ким Кримсон», это все «Айланд Рекордс», это все «Крис Блэклэл», и «Фэрпорт Конвейшн», и «Спаркс», и «Том Уэйтс», и «Поки Туз». Конечно, ну, очень большой список, и Кэт Стивенс тот же, и «Фри», как же можно их забыть. В общем, можно все, вы, конечно, знаете этот «Айланд Рекордс», когда, опять же повторюсь, ставишь тот же «Ким Кримсон», и погружаешься, и понимаешь, что Крис Блэклэл, конечно, от своих ямайских корней дошел до легенд арт-рока. Конечно, сразу же забыл упомянуть Эмилсон Леккель Пальмер, это тоже «Айланд Рекордс». То есть там, ну, вообще, фактически Крис Блэклэл стал ведущим лейблом Британии, и вообще рок-культуры в мире. Есть даже такой слушок, хотя это уже подтвердил сам Крис Блэклэл, что он даже мог в свое время, но не отважился подписать Лед Зепплин. Да, когда Питер Грант тогда метался в поисках, вы помните, как он «Атлантик» в Соединенных Штатах Рекордсах, Меда Вертагона, в общем-то, ну, до этого вел переговоры с Крисом Блэклэлл. Он не подписал, но бывает промашки, конечно, и вот таких мощнейших фигур. В общем-то, все у него было хорошо по-накатому, пока он не залез в кинобизнес. Это произошло в 1945 году, почему-то он вспомнил свое старое увлечение в кино, увидев, что коллеги по индустрии, по шоу-бизнесу зарабатывают на кинематографе огромные деньги, и он залез туда, и, к сожалению, дело не пошло. Очень огромные убытки, миллионные, вы знаете, процесс создания пластинки, давайте мягко говоря, скажем, и процесс создания фильма – это разные вещи с любой стороны, особенно с финансовой. В 100 раз больше, в 1000 раз затратная часть, немножко, да не немножко, а сильно много потерял Крис Блэклэлл от этого кинематографа, и даже его тогда звездные ребята, ирландцы U2, которые стартовали в 80-м году, подписали, приносили ему сумасшедшие прибыли, не покрывали расходов, которые, в общем-то, выдвинул ультимативно кинематограф. Ну, тем не менее, Крис Блэклэлл выкрутился из ситуации, даром, что предприниматель с большой буквы. И, конечно же, различные механизмы, которые заработали на рынке в середине 80-х годов, позволили ему кое-как ликвидировать свои убытки частично, модернизировав свой бизнес, но перепродавал права, перепродавал часть компании, потом часть на уступки пошел, долги погасил, часть долей в Island Records перед теми же U2. Там различные механизмы, не будем вдаваться. Факт, что на сегодняшний день Крис Блэклэлл на плаву, он занимается туристическим бизнесом, у него сеть мощнейших отелей на Ямайке, не только на Ямайке. В общем-то, чувствует он себя очень прекрасно, и нам приятно вспомнить такого человека, здравствующего, дай Бог ему здоровья. И когда вы будете ставить какую-нибудь группу из подопечных Криса Блэклэлла, думаю, конечно, ассоциативно все хорошее, сказанное о нем, восстановится моментально. И вы знаете, многие, кто с ним общался непосредственно в пору его расцвета, это начало 70-х, середина 70-х годов, говорят, что, конечно, всегда можно было найти компромисс, очень гибкая система договоренностей. Офис у него был нестандартный, фактически все были рядом друг с другом, был контакт, ну, как по тому времени у всех, это вам не электронная почта, а непосредственный контакт, в общем-то, с подчиненными, и руководил он очень и очень здраво, взвешенно и мудро. Побольше бы таких людей. Слушайте прекрасную музыку, читайте хорошие книги, общайтесь с интересными людьми. Спасибо за просмотр, будьте здоровы!